Итак, всем привет! Мы с вами продолжаем разбирать задания собеседований. Сегодня мы с вами поговорим еще раз о исключениях. У нас такое задание создать метод divide, который принимает два целых числа и возвращает результат их деления. То есть делим одно число на другое. Если второй аргумент равен нулю, то есть знаменатель нулю равен, что недопустимо, то метод должен бросать специальное исключение ArithmeticException. Стандартное, одно из стандартных исключений в Java с сообщением. Деление на ноль недопустимое. И, соответственно, в методе main, как обычно, вызвать метод divide, обработать возможные исключения и, соответственно, выводя сообщение об ошибке на консоль. Хорошо, все понятно. Давайте создадим новый класс. Divide main. И в нем тогда посмотрим, как это работает. Кто-то может заметить, что в исключениях уже было одно задание. То есть это вполне нормально, что... Вполне нормально, что... Тут опечатка. Вполне нормально, что периодически у нас будут появляться задания о темах, которые мы уже с вами разбирали. Потому что, как вы сами понимаете, об одной теме можно придумать множество заданий с различным уровнем сложности и на различные, так сказать, аспекты одного и того же явления. Поэтому это вполне нормально, что если, например, у нас еще через неделю еще будет одно задание про исключения. Да, давайте определим, значит, еще один метод. Тоже статик. Да, так как мы его в этом классе вызываем. То есть не будем создавать никакие экземпляры, ничего. ИНТ ДИВАЙДЕ и два числа. ИНТ... Так как у нас там было в примере ИНТ А, ИНТ Б. И, соответственно, мы с вами будем делить одно на другое. Значит, теперь мы с вами проверяем, не равно ли B нулю. Если равно, тогда мы с вами выбрасываем исключение. Арифметик. Аксепшн. И в него есть конструктор, который в качестве аргумента принимает знач... Текст. ДИВАЙДЕБАЙ ЗЕРО. Хорошо. И если ИВ не сработал, тогда мы просто возвращаем результат деления А на Б. Все достаточно просто. И теперь мы с вами вызовем этот самый метод. ДИВАЙДЕ на 10 на 0. ДИВАЙДЕ на 10 на 0. Так как мы с вами тут используем эксепшн, то надо бы использовать DRYCATCH, да? Давайте пока не будем этого делать. Посмотрим, что будет. Резалт. Ну, большинство из вас догадалось, что будет. Резалт. Давайте запустим. Ну, то есть у нас действительно эксепшн у нас появился. ДИВАЙДЕБАЙ ЗЕРО, но у нас программа вылетела с кодом 1, то есть аварийно завершилась. Ну, а теперь мы с вами чуточек по-другому это сделаем. ДИВАЙДЕБАВИМ TRY, соответственно, кетч, а у нас тут будет аритметик эксепшн е, да? Как я уже в прошлом видео говорил, если мы говорим об эксепшнах, обычно принято в качестве переменной использовать имена е, да? Тут с вами ЭРРОР, и из ОШИБКИ выведем. GetMessage, вот так, да? Давайте теперь запустим еще раз и посмотрим, что изменилось. Да? Что изменилось? Значит, у нас теперь наше вот это вот сообщение выводится из блока кетч, то есть мы поймали действительно этот арифметик эксепшн, да? И что мы с вами самое главное видим, что теперь у нас код, с которым программа завершилась, это ноль. То есть это значит, что программа отработала штатно, да? Если программа выходит, заканчивает свою работу с любым кодом, кроме нуля, это значит, что-то пошло не так, да? С вами видим, у нас ничего красненького нигде нет, все работает как надо, да? То есть программа отработала как надо. Вот, собственно говоря, на этом все, да? То есть это, что я вам хотел здесь показать, не только то, как, собственно, исключение само по себе выбрасывается, но и то, что если вы действительно это включили в свой метод, да, то не забываем при вызове этого метода все это оборачивать в trycatch, да? Если trycatch нету, то ваше исключение действительно будет выводиться, использоваться, но при этом программа будет вылетать, да? Чтобы она не вылетала и продолжала работать, вызываемый метод мы оборачиваем в trycatch. На сегодня все. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, видео было полезным. Остались какие-то вопросы, комментарии, сомнения, предложения? Пишите в комментариях. Также, если я где-то оговорился, что-то не так сказал или написал, пожалуйста, пишите, поправьте меня. Не забывайте подписываться на YouTube канал, на Telegram канал, где есть много такого, чего нет на YouTube. На сегодня все. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok